Буквы в слова, слова, фразеологизмы. Для бабушек и дедушек они часть разговорной речи, для детей – непричесанные мысли. Именно так ученики Тимирязевской школы назвали устойчивые выражения. Бить баклуши не стали, а живили все крылатые фразы в одной книге. Для начала нужно было понять, откуда же взялись выражения «два сапога пара, шиты белыми нитками, остаться с носом». Когда стали разбираться, узнавать фразы, которые используют бабушки и дедушки, а потом уже и копаться, откуда эти фразы взялись в русском языке, оказалось, что это большой материал информационный, который хранит в себе историю нашей страны, историю развития самого языка. Узнавали информацию почти из первых уст у бабушек и дедушек. Для этого записали 35 интервью, отобрали 13 фразеологизмов. Некоторые из них ребята услышали впервые, некоторые уже давно укоренились в разговорной речи. Моё любимое выражение – это «тупо, как северский вальник». Потому что я его употребляю, когда друзья глупят, шутят что-то, не так делают. Вот я их так и называю. Информационный багаж собран, можно приступать к оформлению. Девочки занимались графикой, изображение рисовали в лубочном стиле. Он отличается простотой и доступностью образов. Его же использовали для костюмов. Отойти от стандартов и вместо ткани использовать картон подсказала Анастасия Гайдамакина, куратор из Петербурга. Мальчики в это время занимались декорациями, а сделать их реалистичными помог архитектор Илья Сибиряков. Главным зрителям ребята представили книгу в виде театрализованного представления. А на финалочку оставили сладкие угощения для бабушек и дедушек. И про крылатые выражения, и как мы их используем, и где. И я очень горжусь им. Я сама в школе здесь проработала много лет. Я очень горжусь им. И интересно. В зрительском зале и столичный специалист. Чем-то удивить опытного человека сложно, но у ребят получилось. Они раскрыли суть культурного наследия народов России. Это тема всероссийского проекта «Творческая мастерская». Заявки на участие поступили от 8 тысяч школьников. В финал прошли всего 160. И лишь 16 смогли в очном формате показать свой талант. Вообще цель проекта – это поиск новых форм в организации школьного праздника. Простого школьного праздника. Почему-то, к сожалению, на это обращают очень мало внимания. И все время думают, что это очень грустный педагог-организатор с магнитофоном «Весна» и перематыванием кассет. Нет. Форма подачи, новые открытия в простой тематике настолько широкий. Это второй сезон проекта. По его итогам выберут команды победителей. Они присоединятся к всероссийской творческой смене в детском лагере «Орленок». Александра Никитина и Герман Баранов. Управда ТВ.